Здравствуйте, друзья! Мое имя Вячеслав, фамилия Сахаров. Я являюсь психотерапевтом, диетологом, живу в Санкт-Петербурге и работаю в клинике бариатрической хирургии. Сегодня мы поговорим о тех основных ошибках, которые делают люди на этом пути и в отношении питания, и в отношении некоторых психологических причин. Мы сегодня с вами рассмотрим две модели. Модель индивидуального снижения веса, что происходит с человеком, когда он снижает вес в одиночестве, используя какое-то знание, у которого сейчас очень много как это делать, и модель социально-психологической поддержки нашей компании, компании Гербалайф. Наверное, начнем с некоторой статистики, друзья. И она звучит так. Так, согласно исследованиям ВОЗ, это Всемирная Организация Здравоохранения, из всех людей с лишним весом и ожирением, не только в России, но во всем мире, 95% эти проблемы возникли по так называемым алиментарным причинам. То есть алиментарным, это означает связанным с образом жизни. Что это за причины? Это гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, воздействие эмоциональных стрессов, пищевые привычки и пристрастия и влияние социального окружения. Я хочу задать вам вопрос, чтобы вы ответили прямо сейчас на него. Как вы думаете, хороша ли эта новость для нас или нет, что 95% людей имеют лишний вес вот по этим причинам? Подумайте. Пусть вас не пугает эта цифра 95%. На самом деле, это хорошая новость, потому что только лишь 5% людей имеют лишний вес, даже не имеют, а страдают из-за него по серьезным генетическим нарушениям, синдром Пиквега, синдром Кушинга. К сожалению, эти люди помочь себе с помощью сбалансированного питания, изменения образа жизни они не смогут. Они либо с рождения, либо с подросткового возраста получают серьезную гормональную терапию. Они все в курсе о происходящем, о своей ситуации. И они к вам, как, не знаю, консультантам по питанию, либо среди вас навряд ли такие люди есть. А у всех остальных 95% эти причины можно менять. Они, друзья, поддаются коррекции. Все поддаются коррекции. И это для нас хорошая новость. Потому что многие люди, они склонны обвинять обстоятельства, обвинять ситуацию, впадать в роль такой жертвы. Да, ну что часто можно услышать? Беременность, обменные процессы, экология и так далее, плохое питание. Все эти причины, конечно, есть. Но все они поддаются коррекции. Ну, просто пример вам приведу, чтобы вы понимали, да, как это устроено. Часто я слышу такое объяснение своего лишнего веса, например, по возрастным характеристикам. Мы с коллегами подсчитывали, это исключительно математика сейчас. Если в вашем рационе, друзья, суточная калорийность превышает достаточную для вас на 50 килокалорий, то есть 50 килокалорий сверху, то есть некоторый перебор, то эти 50 килокалорий дадут прибавку веса через месяц в 100 грамм. Навряд ли кто-то из вас вообще увидит эту цифру, обратит на нее внимание и задумается как-то об этом серьезно. Через год, если, да, в течение года эти 50 килокалорий постоянно в рационе будут присутствовать в виде лишней калорийности, то это будет цифра килограмм 200, тоже не особо расстроит через год. А через 10 лет это будет 12 килограмм. И что обычно люди говорят? У меня возраст, у меня замедленный обмен веществ и так далее. Забывая о том, что мы сами создаем себе и замедленный обмен веществ, и все остальные причины. Поэтому, друзья, давайте разбираться с лично вашими причинами набора веса. Я думаю, вам сегодня они будут понятны. Следующий слайд. Тоже такая статистика известная. Звучит он так. Похудеть легче, чем сохранить желаемый вес надолго. Повторная потеря веса и его восстановление могут быть более опасными для здоровья и благополучия, чем избыточный на стабильный вес. Не меняя образа в жизни в целом, это и психология, и питание, и отношение с социумом. Человек не сможет достичь желаемых изменений и сохранить их надолго. Мы с коллегами подсчитывали. Наша среднестатистическая пациентка в течение жизни туда-сюда гоняет 400-500 килограмм жира. Сначала его расщепляет, потом его синтезирует. Представьте, какая это огромная работа для нашего организма, для нашей печени. И, безусловно, наступит такой момент, когда организм устанет, он с каждым разом все медленнее будет расщеплять жир. Вот эти вот истории о том, как было раньше, они не повторяются. Поэтому крайне важно, если есть проблема с весом, отнестись и подойти к этому процессу так, чтобы очередная попытка не стала вот этим снова повтором снижения и возврата набора веса. Потому что с каждым разом это будет даваться тяжелее. С каждым разом в мое представление о самом себе будет вписываться следующая картина, что я тот человек, у которого не получится. 50 раз не получалось, с чего получится 51 раз. И с каждым разом мотивации, веры в процесс снижения веса становится меньше. Только вот желание меньше не становится, потому что, если вначале это некоторые эстетические моменты могут быть, когда человек в достаточно молодом возрасте, то с течением времени они трансформируются уже в боль нашего тела. А когда ситуацию сложно исправить, это становится очень грустно. Сразу же хочу вам сказать, да, немного про психологию, расставить точки над «и», чтобы вам было понятно. Когда мы говорим о психологическом влиянии в наборе веса, мы не говорим о том, что плохое настроение само по себе приводит к избыточному весу, либо стресс приводит к избыточному весу. Нет, мы говорим о том, что наше настроение может и очень существенно влияет на наше питание. Наше состояние, эмоциональное состояние влияет на то, есть ли у нас ресурс соблюдать рекомендации по питанию, есть ли у нас ресурс правильно питаться. Но бывают такие моменты, когда этого ресурса нет, и человек полностью забывает о правильном питании, ест все подряд, уходит в так называемый пищевой запой. И вот именно это приводит к набору веса. Да, вот эта вот приоритетность на то, что происходит с моим телом, на то, что происходит с моим весом, влияет исключительно питание. Калорийность, состав по белкам, жирам и углеводам, по сбалансированности витаминов и минералов. Но вот на то, смогу ли я свое питание сделать сбалансированным, влияет то, что происходит у меня в голове. Сейчас об этом и будем говорить. Итак, друзья, две парадигмы снижения веса и изменения образа жизни. Индивидуальная модель и модель социальной поддержки. Давайте рассмотрим сначала характеристики индивидуального подхода к снижению веса. Это то, чем, я уверен, каждый и каждая из вас занималась в своей жизни. И я надеюсь, вы узнаете себя в этом описании. Итак, чем характеризуется индивидуальная модель снижения веса? Наличием определенных видов нарушения пищевого поведения. Базовых, основных их существует всего три. Это экстернальное пищевое поведение, эмоциогенное пищевое поведение и ограничительное пищевое поведение. Если у вас есть избыточный вес, то он, безусловно, поддерживается одним либо сочетанием, нескольким сочетанием этих нарушений. Начнем с экстернального пищевого поведения. Что это такое? Это такая ситуация, когда решение поесть возникает не тогда, когда я испытываю голод. Когда я на самом деле голоден. А потому что увидел что-то аппетитное. Хорошо накрытый стол, реклама вкусной еды или как другой человек ест. Друзья, здесь, с одной стороны, все очень просто. Есть стимул, есть реакция. Оцените, проанализируйте, вспомните свои пищевые сценарии. Если, например, у вас дома есть какая-то еда, в основном это либо сладкая, либо жирная, потому что навряд ли у кого-то возникает такой аппетит на морковку, да, либо на капусту. Если какая-то еда вас не оставляет в покое, если вы дома видите что-то вкусное, постоянно маячит где-то, да, поле зрения, либо слышите запах, и вам очень сложно совладать со своим желанием это съесть, то тогда вы смело можете себе писать, что у вас есть экстренальный аппетит. На какие-то продукты он может быть, на какие-то вкусняшки, на какие-то вы можете абсолютно равнодушно реагировать. Тут уже у каждого свои особенности. Я вспоминаю одну свою клиентку, значит, она успешно худела несколько месяцев, похудела на 15 килограмм, потом у нее вес встал, и вес стоял больше, чем 3 недели, то есть больше максимальной физиологической ступеньки снижения веса, стали анализировать ее пищевой дневник, там все хорошо, она, конечно же, в расстройстве. Вы знаете, как скорость снижения веса влияет на мотивацию. Не можем найти причины, пока на следующей консультации она случайно вспомнила, что у нее дома стоит такая вазочка, а там, знаете, такие снеки, значит, орехи, сухофрукты, какой-то изюм, и вот в ее картине мира вот эта еда была совершенно несущественной, и она позволяла себе, когда проходила там из комнаты в комнату, периодически что-то контрабандой из этой тарелки есть, и в итоге суммарная калорийность ее рациона, она зачастую превышала, либо равнялась рациону калорийности ее основной базовой еды. Поэтому вот эта вот склонность обесценивать еду, такая установка, что от маленького кусочка ничего не будет, она очень опасна. Поэтому, друзья, прямо сейчас вспомните, что есть у вас в холодильнике, либо на кухне какая-то еда, которая вызывает у вас экстренальный аппетит, и подумайте, для чего и почему она у вас лежит, для кого она лежит, да, потому что нет ничего ужаснее, чем держать себя дома в постоянном напряжении, да, вот в этой войне с едой. Еще одну историю вам расскажу. Значит, одновременно ко мне на консультацию, там, несколько лет назад, обратились двое людей, мужчина и женщина, оба в тяжелом состоянии, у обоих преддиабет, у обоих экстренальный тип пищевого поведения, оба живут в семьях, где есть дети, где есть внуки и так далее. Оба получили рекомендацию поговорить со своими близкими, объяснить им, что они сейчас находятся в процессе снижения веса, это очень серьезная ответственная работа, и попросить своих близких, чтобы они домой не таскали ту десертную еду, на которую возникает аппетит, который провоцирует аппетит, и либо прятать ее, либо покупать одноразовый объем, в общем, чтобы она дома, да, в больших количествах не маячила. Значит, что сделал мужчина? Он нашел слова, чтобы поговорить со своими близкими, объяснить ситуацию. Через полгода, минус 10 килограмм, хорошей физической формы, изменились пищевые привычки, пищевые пристрастия, все окей. Что ответила женщина? Ну, понимаете, да, этот стон у нас с песней зовется. Да как же так? Да, меня не поймут, не для себя и так далее. Через точно такой же промежуток времени, плюс 5 килограмм, обострение состояния здоровья, правая рука не работает, левая нога не работает. Пожалуйста, да. Вот вам и вся история. Что поддерживает вот этот экстернальный аппетит? Я скажу, поддерживает только одна причина, друзья. И она звучит так. Несерьезное отношение к самому себе. Попустительское отношение к самому себе. Ощущение, либо предположение, что что-то произойдет, поменяется само по себе. Ничего не поменяется, ничего не произойдет, если вы сами здесь не примете какое-то решение.